Салюты и фейерверки В нашем городе официально зарегистрировано 8 точек продажи пиротехники, а это значит, что товар сертифицирован и приобретен у проверенных поставщиков. Но, к сожалению, при неправильной транспортировке или хранении даже качественный продукт может стать непригодным для использования. Прежде всего мы обращаем внимание на упаковку. Она не должна быть у нас нарушена. Прежде всего посмотрели, дальше у нас идет срок годности. Это обязательное условие. У нас пиротехника, она всегда имеет срок годности и он должен соответствовать. Если это просрочка, это уже нарушение. Специалисты советуют обратить внимание на фитиль. Он должен быть заклеен специальной фольгой. А сертификат, инструкция по безопасности и правила использования написаны на русском языке. При покупке пиротехнического изделия необходимо прочитать всю информацию, которая на ней написана. Там информация у нас, значит, как использовать, как правильно устанавливать радиус опасной зоны. Это все надо учитывать при использовании. Соответственно, если радиус указан там 10 метров, то и зрители должны находиться не ближе, чем 10 метров от пиротехнического изделия. Также необходимо обратить внимание на номер, который нанесен на пиротехническое изделие и попросить у продавца предоставить сертификат. Данный сертификат будет подтверждать, что пиротехническое изделие является заводского изготовления и соответствует всем применяемым стандартным требованиям при его изготовлении. На каждом пиротехническом изделии указан класс опасности. Их бывает всего 5. Первый, второй и третий классы – это хлопушки, бенгальские огни, наземные фейерверки, петарды и салютные батареи. То есть те пиротехнические изделия, которые могут использовать люди, не прошедшие специальную подготовку. Пиротехнику четвертого и пятого классов разрешено запускать только профессионалам. Не обладая знаниями для правильного расчета траектории полета зарядов, ударной силы и скорости срабатывания, можно получить серьезные травмы. Пиротехнику запрещено использовать в любых помещениях, зданиях любого функционального назначения. Запрещено использовать пиротехнику на балконах, лоджиях, на крышах здания. Запрещено использовать пиротехнику при демонстрации каких-то там митингов и так далее, где большое количество людей находится. Продажа пиротехнических изделий разрешена только лицам старше 16 лет, а некоторых видов салютов старше 18. Если в семье есть маленькие дети, то хранить пиротехнику следует в недоступных для малышей местах. Также пожарные просят горожан не оставлять открытыми окна. В нашем городе уже зарегистрировано два случая, когда пиротехническое изделие через окно попадало в квартиру. Вот эти правила, пожалуйста, соблюдайте, и тогда не будет у нас несчастных случаев, у нас будет прекрасное, всегда настроение, хороший, замечательный праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова